Итак, я вас приветствую. Это видео, как повесить V-образный мотоциклетный двигатель на стенд. Мой вариант. Значит, у меня есть двигатель на обзор. Его предоставил подписчик из города Киев, Александр. Видео с разборкой, дефектовкой, обзором конструкции, соответственно, на канале отдельно. Здесь есть исключительно о повешении на стенд. Значит, V-образный двигатель, хондовский, они все сделаны по одному, скажем так, шаблону, но об этом позже. Значит, любой V-образный двигатель подобный, то есть, чтобы разобрать, легко разбирается, допустим, цилиндры снимаются, но потом, чтобы разобрать, расколоть картер, все это выполнено в своеобразном технологическом процессе. Своеобразность заключается в том, что повесить его особо не за что. То есть, есть, например, сзади вот такой вот момент, то есть, к чему он крепится, там, на раму, там, или маятник там в некоторых моментах ставится. То есть, вот такие вот шахты, скажем, вот они так. И спереди то же самое, то есть, вот он движок, вот он, раз, то есть, длинная шпилька, болт, и чуть короче здесь. Ну и, соответственно, когда ты вешаешь его за стенд, если ты прикрепишь его за вот эти вот штуки, ты потом его не разберешь, не расколешь. Значит, технология здесь такая, что любые двигатели, которые раскалываются на две половинки, Ну, в частности, я скажу за оппозитные движки Subaru, они условно делятся на два элемента. Основной и вторичный. Ну, или первый и второй. Значит, отличается одно от второго тем, что на первичный элемент, ну, или на первый, В нем сделана либо резьба, куда закручиваются болты, которые скрепляют двигатель, Либо шпильки в него вкручиваются. Ну, и, соответственно, по технологии сборки, то есть, есть одна половинка, в нее вкладывается коленвал, Значит, и вторая половинка кладется в направляющие в основной половинке, ну, части двигателя, И потом болтами все это зажимается. Значит, как мы можем, ну, вот я специально хочу продемонстрировать, например, вот здесь резьба, Вот он, болт стоит, и вот она его головка с той стороны. Но если мы обойдем, то есть, я имею в виду именно основные элементы, То есть, вот это вот, это вспомогательные крышки, это понятно, что они крепятся, Но вот они, основные болты, то есть, головка. Раз, два, вот они, три, четыре, то есть, коробка, все эти дела. Вот. Значит, можно сделать какой вывод, что вот эта часть двигателя, вот с этой стороны, Это вторичный элемент, ну, то есть, вторичная каракара, вот это первичная часть. Соответственно, крепить на стенд нужно его этой частью. Значит, моя технология заключается, она очень простая, В первый взгляд, ты смотришь, тут не за что прикрепить, но, значит, вот здесь вот, Здесь вот с одной стороны я уже нарезал резьбу, здесь нарезается резьба, Вот, я даже не продувал еще, вон она там, стружка осталась даже, Вот здесь я выключу свет. Ну, вот она она, то есть, она там стружка. С другой стороны, ну, вот она резьбы, здесь, соответственно, у нас нету. Значит, технология в том, что нарезается четыре резьбы с каждой стороны, То есть, с одной половинки, и делается сюда кронштейн. Значит, сразу отвечу на вопрос, дай, пожалуйста, мечик, у меня батя здесь, Да, нет, нет, один мечик сначала дай. Значит, я, вот смотрите, то есть, по нарезанию резьбы, Сейчас мы опять включим свет. Вот он у меня мечик, да. Ну, резьба максимум нарезается вот на такую глубину. Ну, то есть, видно визуально, что до стыка он даже не доходит. Да, даже если бы он доходил до стыка в каких-то моментах, Ну, я таких конструкций вообще не знаю, но, Даже если он дойдет до стыка, ничего ему не сделается. То есть, здесь просто шахта, механически туда заходит болт. Никаких там люфтов дополнительных, косов, он от этого стоять не будет. То есть, это такой момент по технологии сборки. Я не помню, в какой, не то литературе я такое видел, Что специально делались на некоторых движках технологические такие прилипы. Причем, у них диаметр, я мерил, что здесь 11 был, Здесь 10 с половиной. Ну, то есть, они не сильно точные. Ну, у меня мечик, например, на 12. И это места, за которые должен крепиться картер. Конкретно процесс выглядит следующим образом. Алюминий здесь, как я уже говорил, сам материал, он, в принципе, мягкий. Но у меня двигатель подвешен. Главное здесь начать, ну, то есть, попасть. Вот он, и все, то есть, он идет здесь без проблем. Здесь не нужно его как-то вырезать там, находить центр. Ну, короче, резьба здесь нарезается очень легко. То есть, он идет спокойно. Вот, ну, это залог, так сказать, нашего успеха. Удобства. Потому что, сколько я гуглил в интернете, Ну, я, честно скажу, я в англоязычном не искал. Там, наверняка, есть какие-то, может быть, варианты. Но из того, что я находил и смотрел, двигатель просто разбирают и делают на столе. Это, конечно, кому-то удобно, хорошо. Я не спорю. То есть, отлично. Но меня такие варианты не устраивают. На столе я не работаю. Потому что это, ну, мой отец меня всегда учил, что ты должен экономить свои силы и энергию. Если ты можешь потратить, ты можешь, я верю, что ты можешь собрать там двигатель на столе, все. Но зачем? То есть, ты лучше эту энергию потрать на то, чтобы сделать лучше, больше. Ну, и, соответственно, вот он, мечик. На ваших глазах у меня здесь как раз в кармане болт. Ну, вот он, такой болт. Я уже не помню, это с какого-то маховика, по-моему, BMW-шного. У меня они одинаковые. Ну, и вот он все. То есть, он туда заходит. Все, больше тут особо ничего не надо. Кронштейн у меня выглядит следующим образом. То есть, вот он прикреплен здесь на два болта. Соответственно, здесь консоль. И дальше крепятся мои обычные переворотки. То есть, вот он кронштейн. И теперь это позволит вращать двигатель на стенде. Вот она, вторая часть кронштейна. То, что крепится с этой стороны. Вот здесь вот мы еще ее не прикрепили. Вот он, двигатель полностью уже установлен на стенде для дальнейшей работы. Ничего здесь не мешает двигатель вращать. Он стоит здесь продольно. Я не знаю, как, например, на консольные стенды его я бы крепил. У меня стенд такой, с двумя опорами. Его можно здесь свободно вращать. Значит, пару моментов. Ну, может, если вы видите это видео первый раз, ну, то есть зашли. Значит, стенд у меня самопальный. Сделанный еще и поджигулевский двигатель. Потом он был там немножко разнесен базой, чтобы вешать что-то более широкое. Редуктор с червячной передачей. Передаточное число 41. Редуктор я не знаю с чего. Увидел на барахолке, купил. Значит, из особенностей конструкции этого стенда. Со стороны редуктора. Ну, там, где он на шпунку становится. Он у меня болтами прижимается. И здесь установлена крестовина с кардана Жигулей. Значит, это сделано для того, что в любом случае, то есть как бы стенд ты не делал, в любом случае в гаражных условиях, особенно я, то есть все это делалось на глаз. В любом случае, и плюс переворотки, которые делаются на двигатель, в любом случае они не будут соосны. Одна переворотка относительно другой. Бывают такие конструкции движков, где нельзя просто сделать соосно, либо это очень сложно конструктивно. И для того, чтобы вот эти вот все там какие-то отклонения выбрать, для того, чтобы стенд не испытывал каких-то нагрузок и двигатель, картер не напрягался лишний раз. Здесь я установил крестовину. При этом я хочу заметить, то есть весь двигатель, то есть он легко на крестовине ходит, и если там какие-то отклонения туда-сюда, то есть он его выбирает. Дальше. Ну и, собственно, вся суть стенда, то есть вот я его вращаю рукой, свободно. Он крутится здесь на 360 градусов. Так, это я забыл убрать. Ну вот он у меня вращается. Все. Стенд должен облегчать сборку двигателя. То есть для того, чтобы снять, поставить поршневую, он стоит вертикально. То, что поршневая имеет, то этот V-образный развал их нужно. Вернее, если в каких-то ситуациях будет принципиально нужно, чтобы четко вертикально стоял цилиндр, можно всегда здесь поставить какую-то проставку. Он всегда выдержит. Ну, либо его опустить на какую-то величину ниже. Ну, я так никогда не делал. Мне, в принципе, этот угол развала небольшой. Мне всегда этого хватало. Даже если 90 градусов будет угол развала, как на классическом V-образнике. Дальше. Все это у вас на стенде. Далее. Поворачиваем, то есть как надо. Ну, допустим, я поверну с этой стороны. Вот. И разобрать картер сцепления, снять крышку. То есть все это удобно, ничего нигде не упадет. Ну и плюс сборка. Соответственно, вращаем его в другую сторону. Чтобы разобрать, собрать генератор, например. Ну и все последующие операции выпал. Вот он в наклоненном состоянии. То есть он крепится за основную часть, как я уже говорил, картера. Соответственно, он переворачивается на 180 градусов. И в таком положении, ну, при вас я его вращаю, можно его спокойно разобрать. При этом одна часть будет все время висеть на стенде. Вот он. То есть когда не будет цилиндров, ничего, то есть вот он разбирается. И все вынимается. вынимается. В общем, работать просто гораздо приятнее, удобнее. Я понимаю, что все эти работы можно выполнить на столе, как делает большинство людей. Подавляющее большинство, наверное. Но зачем прикладывать лишние усилия там, где это не нужно. То есть, если ты, допустим, один раз делаешь себе, двигатель сам решил разобрать, ну, в принципе, наверное, можно на столе. Я тоже когда-то первый свой двигатель от Днепра на заре туманной юности разбирал на столе. Но я один раз это сделал и понял, что нет. Это это да, но лучше сэкономить силы для того, чтобы сделать один раз сделать переворотку, особенно если ты постоянно занимаешься этим. И, в общем-то, работать. Повторюсь еще раз, что все размеры стенда были подобраны на глаз, исходя из размеров ВАЗовского двигателя. То есть, вот это была изначальная его опора. Ну и потом стенд, в общем-то, модернизировался, модернизировался, модернизировался. То есть, еще тут надо нормальные колесики поставить, потому что ты так откуда-то из метрополитена. Они не очень удобные. Но я все об этом думаю, но не делаю. То есть, мега простая конструкция, облегчающая труд и сборку. Это было небольшое видео, как повесить на стенд V-образный двигатель с мотоцикла. На этом у меня все. Надеюсь, видео полезное, информативное. Там лайки, подписки и все такое прочее. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал.